Некачественный бензин в Иркутске вообще не редкость. Отклонения от стандартов в лабораториях обнаруживают едва ли ниже недельно. Не забыт автовладельцами и масштабный топливный скандал, который случился в столице Прибайкалья. Исторический экскурс в следующем материале. В начале 2015-го в Иркутске отказались работать сотни машин. Автосервисы были буквально завалены жалобами на выход из строя топливных систем. При разборе в них обнаруживался гель непонятного происхождения он намертво забивал впрыск. К исследованию проблемы подключились даже ученые. Именно им в лабораторных условиях была разработана версия «Виноваты бензиновые присадки». У некоторых производителей они отличаются и при смешивании топлива с разных АЗС образуют ту самую злополучную гелевую субстанцию. Такие результаты не обнадежили автовладельцев и не помогли им добиться компенсации за ремонт. К неутешительным выводам пришли и участники акции тест на качество, которую проводили в Иркутске в 2016-м. Из проб, отобранных на шести заправках, несколько образцов солярки и бензина оказались с превышением доли серы от полутора до пяти раз. В борьбу за качество топлива иркутяне вступали даже поодиночке. Так, аспирант Института химии своей портативной аппаратурой неоднократно выявлял несоответствие норме октанового числа в АИ-95. Но все проверки, как одиночные, так и официальные, не смогли переломить ситуацию и гарантировать потребителям топливо по ГОСТу на территории региона. В настоящее время от покупки опасного для машины и вредного для здоровья бензина и солярки никто не застрахован. Евгений Шоев, Влада Рыбакова, Новости по будням.